Привет, друзья! С вами канал MarosLive. В сегодняшнем выпуске хочу вам рассказать одну не очень веселую, но поучительную историю, случившуюся совсем недавно, в конце 2021 года. Короче, дело все началось с того, что приехали ребята в Чехию по рабочей карте, решили поменять свою жизнь. По анкетам были вроде классные ребята, не пьющие, не курящие, с возраста 30 до 40 лет, планировали в будущем забрать свои семьи и так дальше. Предоставили им все необходимые условия, предоставили классное проживание недалеко от работы, это был хостел, чистенькие комнаты, по 2-3 человека в комнатах, кухня, ванная, душ, то есть все как положено, все на суперовом уровне, с интернетом, с телевизором и так дальше. Ну все вроде неплохо было поначалу, работали, вырабатывали приличные деньги, все было нормально, но наступил Новый год, точнее новогодние праздники, ребят отправили в отпуск, ну и соответственно домой не уехали, остались здесь в Чехии. Ну и в итоге выяснилось, что ребята все-таки любители повыпивать, любители побуянить, покурить и так дальше. Это можете видеть сейчас все на фотографиях, которыми с нами поделились и видно, что ребята хорошо отметили Новый год, в итоге разбили телевизор, начали курить в помещениях, где запрещено вообще курение, то есть курение в этом хостеле запрещено, только на улице, но по итогу им было по барабану, они оказались героями всей земли и соответственно делали то, что им хотелось. Короче гулять они умеют, как показывает практика, ну а что по итогу? По итогу хостел выставил счет работодателю, потому что работодатель поселил их в этом хостеле, он за них несет ответственность, выставил им счет за испорченное имущество, также был выставлен штраф за то, что ребята курят в помещении, короче отдувается за все работодатель. Ну а что ребята? Точнее один из ребят, который очень буйно праздновал Новый год, просто взял, развернулся и уехал домой в Украину, то есть такая вот ситуация получилась не очень хорошая, но уехать то в Украину можно, опять же никого не предупредил, никому ничего не сказал, просто развернулся, уехал, потому что ему так захотелось. Но опять же сказочка еще не заканчивается, потому что работодателю это все надоело, и соответственно этого человека, который больше всех буянил, работодатель уже не ждет у себя на работе. Как так получилось? Он просто подал запрос на МВД Чехии, потому что это первый контракт и первый работодатель, который его приглашал, чтобы этому человеку просто срушили рабочую карту. Этот работодатель, первый его работодатель, то есть он должен был отработать первые полгода, там дальше уже продлеваются на месте договоры, либо опять же он меняет работодателя, этот человек есть по желанию, это все по договоренности договаривается и так далее. Но знаете, ребят, что первый работодатель, который вас нанимает на работу, который делает вам документы, который делает вам контракты, в праве срушить вам рабочую карту, потому что вы не подходите под какие-то критерии, которые обязаны были выполнять, и это может быть пьянство, это может быть драки, это может быть что угодно. Поэтому не думайте, что если вы получили бесплатно рабочую карту, либо же заплатили какие-то деньги за эту рабочую карту, и можно теперь все делать как вам угодно, всех посылать налево-направо, ходить, ломать всю технику, оборудование, портить имущество чужое, то ничего подобного, ребят, такого не будет. И работодатель вправе, полностью вправе, позвонить в полицию, написать им письмо, потому что они получают подтверждение параллельно, как вы из посольства получаете подтверждение о выдаче виз вам, вклейки и так дальше, так само и они получают подтверждение о том, что данный сотрудник уже готов приступить к работе, и так далее. Поэтому они полностью все могут это регулировать. Плюс к этому еще работодатель наложил на этого человека штраф. То есть, если вдруг он захочет через время, там, приехать, во-первых, по этой рабочей карте, он, по идее, заедет в Чехию, там, либо, допустим, любую другую страну, потому что у него ВНЖ Чехии есть, но, по сути, оно недействительно. И до первой проверки документов, если его вдруг проверит полиция, либо же он захочет сменить работодателя и обратиться в полицию, то есть в магистрат, ОАМП, другими словами, то ему просто не продлят эти документы и не дадут разрешения, а выставят реальный счет, где он должен будет заплатить этот штраф. Если он, конечно, хочет что-то дальше иметь с Чехией. Но, опять же, я, честно, всех тонкостей не знаю по этому поводу. Я знаю, что карта у человека срушена, срушил ее работодатель, и теперь, как будет в дальнейшем, куда он заедет, как он будет заезжать, это я уже не знаю. Это уже все моменты, нюансы нужно разбираться с самой полицией. Этим видео, ребят, я хочу вас предупредить, чтобы вы не думали, что здесь все так просто. Хочу вам сказать, что вы приезжаете сюда из своих стран и оставляете здесь, в Чехии, либо в любой другой стране свой след. И скажу вам честно, самое тяжелое будет очистить репутацию всей нации, потому что если кто-то один ее запятнает, то в голове у тех людей, которые живут и работают здесь в Чехии, у начальства, у работодателей будет, опять же, особое отношение к той нации, к примеру, нашей Украине. И они уже сразу будут знать, что украинцев брать не надо, потому что они бухают, портят имущество, не выходят на работу, хамят и так дальше. Хотя это один человек может реально испортить всем, кто будет ехать после него, и всем людям, которые будут ехать еще после других людей. Поэтому отмыть эту репутацию и вернуть все на самые начальные стадии будет очень тяжело. Вот, ребята, собственно, такая информация не очень хорошая, которую я хотел с вами поделиться. Что думаете по этому поводу? И были ли у вас какие-то аналогичные ситуации? Уверен, что кто живет здесь 2-3 года, 100% сталкивались с подобным. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно узнать какие-то еще ситуации, по которым взрушивали рабочие карты, либо просто выгоняли с работы. Поэтому делимся информацией, если таковая есть. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok